Здравствуйте, с вами портал Экзагет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш с вами курс, посвященный Божественной Литургии. И, собственно, сегодня мы поговорим о том, как это таинство развивалось в доконстантиновскую эпоху, в период до Миланского Эдикта, до 313 года, когда христианство стало разрешенной религией на территории Римской империи, наряду, собственно, и со всеми другими религиями. Как правило, мы говорим о Миланском Эдикте как о разрешающем христианство, на самом деле это текст, посвященный вопросам веротерпимости. Однако пройдет не столько времени, и уже к концу 4 века декретами императора Феодосия христианство из разрешенной станет единственной государственной религией империи. Но об этом мы поговорим с вами позже. Собственно, та эпоха, о которой мы говорим, это эпоха церкви в гонениях. Периода, когда христианство, однозначно сепарировавшись, отделившись от иудейской синагоги, начинает совершенно самостоятельную и полную опасность и жизнь. Потому что в момент, пока римские власти не распознавали христианскую церковь как какую-то совершенно отдельную организацию и христианство как какое-то совершенно отдельное учение, до этого момента времени, находясь, скажем так, под сенью ветхозаветной религиозности, оно достаточно спокойно себя чувствовало. Мы видим это банально в тех же самых ранних апостольских текстах, где, например, тот же апостол Павел достаточно благожелательно говорит о властях. Говоря о том, что власть как таковая, она, конечно, происходит от Бога, властителя всяческих. Говоря о том, что правитель не зря носит меч и делает он это для того, чтобы наказывать виновных, виновных, при этом поощряя тех, кто поощрение достоин. То есть, все это период времени, когда христианство относительно благоденствует. Мы помним, что, конечно, в это время есть какие-то локальные гонения, например, внутри той же самой Иудеи. Есть некоторого рода притеснения христиан в рамках остального греко-римского мира. Но это все частные истории. С момента же гонений императора Нерона, это, собственно, первое из десяти крупных гонений, которые насчитывает история церкви, этот период как бы знаменуется регулярным прессингом римских властей, ввиду того, что христианство не попадает в соответствующую законодательную рамку. То есть, для того, чтобы религия могла исповедоваться на территории Римской империи, а законодательство ее было все-таки в этом смысле достаточно плюралистичным, она должна была соответствовать двум категориям. А именно, иметь определенного рода древность, потому что римляне с большим трепетом относились ко всему, что освящено неким отеческим авторитетом, а с другой стороны, должна иметь тот народ, который ее исповедует. То есть, соответственно, например, тот же самый иудаизм, сколь своеобразно он не выглядел с точки зрения того же самого римского обывателя, законодательно полностью попадал в эту рамку. Мы видим здесь и народ, и соответствующую древность, подтвержденную банально даже теми же самыми священными текстами. Христианство с того момента, как оно однозначно порывает свои отношения и связи с иудаизмом, оказывается, повторюсь, один на один со всей тяжестью римского административного аппарата. Для этого момента времени характерна, при всем при том, при всей его сложности и тяготе, кристаллизация тех литургических обрядов и форм, которые в самых зачаточных видах мы видели с вами внутри апостольского периода, которые описаны были в книге Деяний и указания, на которые мы видим, например, в тех же самых Павловых посланиях. И, соответственно, которые придут в абсолютно известные и понятные нам формы в период церкви без гонений, то есть как раз после Миланского эдикта. Но, повторяюсь, кристаллизуются они, как бы приводятся к какой-то наиболее все-таки общей форме именно в данный момент времени. У нас есть ряд памятников, которые позволяют нам судить о том, как выглядела в целом христианская жизнь в этот период времени и конкретно христианское богослужение, как выглядела Евхаристия. Первым и, наверное, самым значимым из них являются, безусловно, Дедахе. Или учение двенадцати апостолов. Текст, который в ряде христианских традиций даже вводился в объем Нового Завета, однако впоследствии общецерковно, соборно в Новый Завет он не вошел. Это связано как с периодом его написания, появляется он в период, когда первое христианское поколение уже однозначно ушло, так и, конечно, с вопросами, связанными с авторством. То есть непосредственно текст не двенадцатью апостолами, ни кем-либо одним из них, конечно, не написан. При всем при этом он не является никаким еретическим, он совершенно четко отражает ряд достаточно общих христианских практик и относится к периоду где-то относительно самого конца первого, начала второго века. То есть текст достаточно древний. Можем обратить внимание на тот фрагмент, который посвящен, собственно, литургии в этом памятнике. Мы видим здесь следующее. Что же касается Евхаристии, совершайте ее так. Сперва о чаше. Церковь Твоя от концов земли да соберется в Царствие Твое. Ибо Твоя есть слава и сила через Иисуса Христа вовеки. И от Евхаристии Вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме крещенных во имя Господне. Ибо и о сём сказал Господь, не давайте святыне псам. По исполнении же вкушения так благодарите. Благодарим Тебя, Отче Святой, за имя Твое Святое, которое Ты вселил в сердцах наших, и за ведение, и веру, и бессмертие, которые Ты открыл нам через Иисуса отрока Твоего Тебе слава вовеки. Ты, Владыка Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего. Пищу же и питье дал людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал духовную пищу и питье и жизнь вечную через отрока Твоего. В Аче же всего благодарим Тебя, потому что Ты всемогущ, Тебе слава вовеки. Помяни, Господи, церковь Твою, да избавишь её от всякого зла и усовершишь её в любви Твоей. И от четырёх ветров собери её, освященную в Царство Твое, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя есть сила и слава вовеки. Да придёт благодать, и да прейдет Мерсей, асанна Богу Давидову. Если кто свят, да приступает. Если кто нет, пусть покается. Маранафа. Аминь. Пророкам же предоставляйте совершать Евхаристию по изволению. Это 9-10 главы книги Дедахэ. Что мы можем здесь заметить в рамках данного текста? Во-первых, относительно, собственно, самого раннего апостольского периода мы уже наблюдаем некоторого рода попытку нормализации в смысле, скажем так, описания конкретных практик, в рамках которых реализуется Таинство Евхаристии. То есть, есть некое предписание, как его необходимо совершать. То есть, указание на то, скажем так, в какую сторону должно двигаться молитвенное делание главы каждой конкретной литургической общины. То есть, в некотором смысле, перед нами не абсолютное добуквенное предписание. То есть, это не служебник конца первого, начала второго века. Безусловно, нет. Но это предписание логическое, которое указывает, что сначала мы благодарим Бога об одном, затем о другом, потом прославляем Его спасительное действие таким-то образом, далее молимся о общих церковных нуждах и приступают к этому Таинству. Такие-то категории, а вот такие-то не приступают. То есть, с одной стороны, предписания самые общие, с другой стороны, мы увидим, что вся последующая логика литургического развития вполне будет им соответствовать. Ну, например, мы видим, что здесь есть своя молитва о Чаше, своя молитва о хлебе, предложены они нам совершенно лаконично и наполнены, конечно, абсолютно библейскими отсылами. Мы говорили с вами о них в рамках нашей первой лекции. Так, например, говоря о Чаше, вспоминается святой виноград Давида, который открыт, однако, через Иисуса. С одной стороны, вот этим виноградником Ветхого Завета всегда является сама община, да, сам народ израильский, ну, то есть, или шире, если мы говорим в новозаветном контексте, всякая община, находящаяся в истинном ведении Божьем. С другой стороны, с виноградником эта община с самим Христом сравнивается несколько уже иным способом. Он говорит о том, что он сам есть виноградная лоза, а все части этой общины, ну, например, все его ученики, это ветви, на нем произрастающие. Виноградарем же, который приводит всю эту лозу к плодоношению и обирает ее плоды, является Отец Иисуса, то есть, сам Бог. И в этом смысле, так как бы эта взаимосвязь и проявлена через указание на святой виноград Давида через Иисуса, собственно, явленный. Точно так же и с хлебом, да, то есть, в нем мы обретаем, как мы видим, жизнь и ведение, открыты они также через Иисуса, отрока твоего. Называние Христа отроком Господним четко отсылает нас к 53 главе из книги пророка Исаии, к тому самому гимну, посвященному страдающему отроку Господню. А указание на то, что этот хлеб дарует жизнь и ведение, конечно, отсылает нас к самим словам Христа из Евангелия Таанна, где он говорит о себе как о пути истине и жизни. При этом мы видим раннее достаточно указание на абсолютную эксклюзивность евхаристического дара. То есть, с одной стороны, хотя сама церковь всегда презентует себя как инклюзивное собрание, то есть собрание открытое, собрание максимально направленное к тому, чтобы вводить в себя все новых и новых участников. Она настроена на то, что тело Христово должно умножаться в мире. В этом смысле, например, та же самая израильская община ветхозаветная совершенно к этому не настроена. Она хранитель истинного знания, хранитель закона. В ней должны случиться определенного рода вещи, чтобы в конечном итоге мир пришел к познанию Бога, но сама для этого каким-то особенным образом внешне трудиться она, в общем-то, не должна. Ей достаточно соблюсти. Соответственно, церковь в своем, повторяюсь, инклюзивном, то есть открытом, принимающем порыве, в общем-то, ко всем народам земли открыта и ко всякому человеку совершенно равно расположена. Мы видим апостола Павла, говорящего, что в Христе нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного, ни иудея, ни эллина. То есть совершенно всякая граница стирается в плане общения человека с Богом в Христе осуществляемом. При этом, однако, Евхаристия как дар, умножающий и реализующий вот это самое тело, преподается, повторяюсь, эксклюзивно. То есть только конкретной части людей, тем, кто настолько вверил свою жизнь Христу Воскресшему, что вместе с ним со-умер и со-воскрес в крещении, и поэтому, и только поэтому теперь и является частью того самого тела Христова. Поэтому от Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме крещенных во имя Господне. При этом же последний фрагмент указывает, что кто свят да приступает, кто нет, пусть покается. То есть и внутри Евхаристического собрания возможна ситуация, что не все крещеные приступают к Евхаристии одномоментно. Конечно, тезис о том, кто свят, не имеет ничего общего с нашим обыденным бытовым пониманием святости, как кристальной моральной праведности и чистоты. Здесь говорится о святости как о священности, выделенности. То есть такого рода святостью обладал, например, в Ветхом Завете тот же самый израильский народ, который в плане моральной безгрешности и чистоты далеко не всегда, как мы видим, оказывался на первых ролях. Но есть такого рода проступки и падения, которые, к сожалению, объективно лишают человека на какой-то период времени возможности со всеми вместе участвовать в таянии тела Христова. Для этого ему необходимо покаяние. То есть такого рода человек не извергается из общины вон, но он должен определенным образом испросить у Бога с одной стороны прощение, а с другой стороны благодати к исправлению. При этом мы видим, что после молитв о хлебе и чаше присутствует и та самая молитва благодарности Богу. Как бы в ней мы видим, что даже ничего и не просится. Просто говорится, так благодарите. Повторяюсь, вот оно главное измерение, главное напряжение, главный нерв евхаристической молитвы. Мы много чего в рамках нее, конечно, просим, но главная мысль не о том, что мы просим, а о том, что мы Бога благодарим. Ну и, конечно, нельзя здесь не заметить, что для этого периода времени характерна очень серьезная связь языка молитвенных текстов ранней христианской общины с языком молитвенных текстов, собственно, общины израильской. Не так давно произошел этот разрыв, не так давно произошла эта сепарация, и, соответственно, языки эти откровенно похожи. Вот мы можем обратить внимание на соответствующее иудейское благословение, звучащее за трапезой. Благословен ты Господи, Боже наш, Царь Вселенной, который питает весь мир по благости своей. По благожеланию, любви и милости своей он дает хлеб всякой плоти, ибо милость его вечно. По великой благости его мы никогда не терпели недостатков пищи, и не будем терпеть его во веки веков ради великого имени его, ибо он, Бог, питает и кормит всех, благодетельствует всем, приготовляет снять всем сотворенным им существам. То есть здесь мы видим и универсальный, тоже достаточно инклюзивный язык о том, что благотворение Божие направлено даже не к одному конкретному народу и не к одной конкретной общине, а вообще к всему миру. Мы видим такую же очень серьезную благодарственную форму. Текст весь исполнен вот этой мысли о благодарении. При этом, однако, серьезная разница заключается в том, что христианский текст увязывает все эти благодеяния Божии с конкретным Иисусом. В нем и через него они дарованы миру. Внутри соответствующего рода иудейского благословения, понятно, мы таких причинно-следственных связей не наблюдаем. Другим значимым для данного периода текстом являются фрагменты из первой апологии святого мученика Иустина Философа. Это, в принципе, очень знаковый автор для соответствующего периода времени. Это середина II века, знаковый по той простой причине, что, в принципе, наверное, это один из первых известных нам в христианской церковной истории философов, обратившихся к Христу при сохранении, собственно, своего философского статуса. Для нас сейчас слово «философ» как правило какое-то такое очень общеописательное. Для того момента времени философ – это совершенно конкретного типа учитель, который в рамках римского законодательства получает соответствующего рода право на ношение тоги философа и вместе с ним право на собирание группы учеников. Потому что римское государство достаточно внимательно блюло всякого рода собрания, подозревая своих граждан в тех или иных формах, возможных формах нелояльности, и поэтому очень внимательно относилось к тому, кто, когда и зачем собирает вокруг себя каких бы то ни было слушателей. Вот дипломированный, как бы мы сейчас сказали, философ такого рода возможностью обладал. Поэтому Иустин, с одной стороны, пройдя достаточно долгий период поисков духовных, обратившись к разным школам, в конечном итоге на определенном этапе в платонической философии, найдя некое трезвое и твердое философское основание, в конечном итоге принимает христианство, которое для него становится в том числе и единственной истинной философии, предтечами которой для народа еврейского являются пророки и, соответственно, их священные тексты, а для греков и римлян их античные философы, которые о том же боге говорят, о том же едином и абсолюте учат, но, конечно, ни одни, ни другие не достигают полноты той, которая дается, собственно, в Христе. Иустин христианство, приняв философом, быть не перестал, организовал христианскую школу и собирал вокруг себя учеников в Риме и вел достаточно активную апологетическую деятельность, в рамках которой написал, например, достаточно успешные апологии к Антонину Пию и Сенату, и с точки зрения ряда исследователей, например, именно данные тексты послужили тому, что в период правления этого императора христиане чувствовали себя в империи достаточно благополучно. Однако все рано или поздно заканчивается, и, соответственно, и в конце концов сам Иустин принимает мученическую кончину. В своих апологиях он развинчивает обывательские мифы о христианстве, то есть римский обыватель достаточно мрачно смотрел на соседа-христианина, потому что очень плохо знал, о чем, собственно, идет речь, и кто такие христиане. И поэтому подозревал их в целом ряде самых удивительных и самых мрачных вещей. Это люди, которые собираются в катакомбах, ночами, единым собранием мужчин и женщин. Едят там чье-то тело и пьют чью-то кровь. Ну, то есть это чистые сатанисты, которые собираются ради свального греха, при всем при том, не почитая никого из известных богов, то есть не участвуя ни в каких известных и очевидных культах, и даже не почитая императора, потому что главной формой почитания императора являлось участие, общее, обязательно в императорском культе. Соответственно, христиане, как принципиальные монотеисты, ни в чем подобном участие не принимают. Иустин в своих текстах, не раскрывая собственно таинственную часть евхаристического собрания, все-таки пытается объяснить, что же на этих собраниях происходит, какова христианская жизнь, и, скажем так, развенчивает вот эту мрачную мифологию, обращаясь к описанию такого рода собраний. Благодаря этим текстам мы и знаем, как эти собрания выглядели. Итак, обратимся к нескольким цитатам. Так, из первой апологии. После того, как омоется таким образом уверовавший и давший свое согласие, то есть здесь говорится о крещении перед литургией, мы ведем его к так называемым братьям. Опять же, ремарк «так называемым» дана, конечно, для римского читателя, который понимает, что братьями в объективном смысле, то есть в плане степени родства, эти люди друг другу не являются. В общее собрание, для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы, как о себе, так и о просвещенном, и о всех других повсюду находящихся, дабы удостоиться нам, познавшим истину, явиться и по делам, добрыми гражданами и исполнителями заповедей, для получения вечного спасения. Сразу замечу, что Иустин соотносит две совершенно, как кажется, разных категории. Он упоминает, что эти общие молитвы, которые церковь возносит, собственно, о самой себе, звучат для того, чтобы христиане, то есть познавшие истину, явились добрыми делами и добрыми гражданами и исполнителями заповедей. То есть он указывает, что христианское исполнение заповедей делает человека и хорошим гражданином римского общества тоже. На этом христианские апологеты будут делать регулярный упор, говоря о том, что христиане, вообще-то, это еще и добропорядочные граждане государства. Они не делают ничего, что государством осуждается, и наоборот придерживаются всего того, что является в рамках государства, вообще-то, хорошей и законной нормой. По окончании молитв мы приветствуем друг друга лапзанием. Потом к предстоятелю братьи приносятся хлеб и чаша воды и вина. Он, взявши это, высылает именем Сына и Духа Святого хвалу и славу Отцу Всего и подробно совершает благодарение за то, что он удостоил нас этого. Здесь мы видим, опять же, смотрите, та логика, которую мы будем наблюдать в литургиях вплоть до Василия Великого, до литургии Иоанна Златоуста. В первой части общая молитва, то есть самого общего характера. Мы увидим это в рамках нашей мирной ектеньи, например, где мы будем молиться вообще обо всём. Далее, переходя к собственной евхаристической части, к тому, что мы теперь называем литургией верных, во-первых, присутствует приветствие лапзанием, то есть так называемое лапзание мира, мы о нём подробнее поговорим в соответствующем фрагменте, когда будем рассматривать литургический текст. Оно как раз и знаменует то самое единство, которое является церковь в союзе любви. К предстоятелю приносятся, собственно, дары, это хлеб и чаша с вином и водой. Важно, что внутри, например, того же самого новозаветного текста в чаше вода вроде как бы особенным образом не фигурирует, но в рамках обыденной средиземноморской культуры мысль о том, что можно пить неразбавленное вино, кажется абсолютно, скажем так, неприемлемой, да, то есть так делают только варвары. Поэтому евхаристическая чаша это всегда чаша растворения, в ней присутствует и одно, и другое, и вино, и вода. Это потом очень рано получит соответствующее осмысление в свете крестной жертвы Христовой, когда, собственно, из прободенного ребра Спасителя проистекает вино и вода. С одной стороны, толкователи будут говорить здесь о том, что перед нами вино, евхаристии и вода крещения, но с другой стороны и практику растворенной чаши, да, то есть чаши вода, в которой присутствует вода и вино, будут возводить тоже к этому фрагменту, к этому эпизоду. И крайне важная мысль, там, повторяюсь, это середина второго века. Мы видим, что благодарение внутри этой молитвы высылается через Сына и Духа к Отцу всего. Это то направление, в рамках которого будут развиваться, ну, практически абсолютно все христианские литургии. Мы скоро поговорим с вами о разнообразии этих чинов и скажем о том, что этих литургий существует огромное количество, да, то есть те, которые сейчас существуют в церкви, это единичные примеры прежде великого разнообразия. Но все они объединены единой тенденцией, как бы единой направленностью. все они, говоря о спасительном подвиге Христовом и о действии Духа в христианской общине, обращены к Богу Отцу. То есть все литургическое действие через Сына и Духа к Отцу всяческих. Вот эту логику уже в тексте Иустина мы с вами предельно наблюдаем. Мы наблюдаем, что церковь, несмотря на свое отделение от синагоги, не рвет однозначно с своим ветхозаветным наследием. И хотя уже на данном этапе общины в лучшем случае смешанные, а скорее всего для этого момента времени уже практически целиком представлены так называемыми языкохристианами, то есть теми христианами, которые обращены из других народов, а не из народа израильского. При всем при том в рамках этой молитвы и благодарения звучат непереводные, а целиком так и перешедшие в христианский обиход иудейские молитвенные термины. Как, например, здесь говорится о слове «Аминь», и оно расшифровывается для римского читателя, который не знаком с его смыслом. В качестве такого интересного практического хода мы видим, что причастие раздается в данном случае не пресвитером или епископом, а деканами, то есть теми, кто поставлен на, с одной стороны, священнослужение, но при этом представляет собой третью, самую первичную степень этого самого служения. Декана и преподают дары собравшимся, и даже более того, выносят их из литургического собрания и разносят по домам тех, кто отсутствует в рамках этого собрания. Скорее всего, в рамках, конечно, болезни, но и, возможно, и каких-либо других поводов. Мы также увидим с вами в нашем чтении литургических текстов, что литургии, как правило, особенным образом указывают на то, что христианское общение нужно иметь попечение о тех, кто с одной стороны является ее частью, а с другой стороны, по каким-то, как в анафоре литургии Василия Великого мы слышим, по благословенным поводам отсутствует, вот о них церковь тоже, ну, как минимум молится. Здесь же мы видим, что она не только молится о них, но и тем, кто отсутствует на собрании, но присутствует в городе, она все равно рассылает дары через деканов. Далее у Иустина мы читаем, пища это называется у нас евхаристией, то есть благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением в оставление грехов в возрождение и живет так, как предал Христос. Ибо мы принимаем это не так, как обыкновенный хлеб или обыкновенное питье, но как Христос, спаситель наш, словом Божьим воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего, таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его и от которой через уподобление получает питание ваша кровь и плоть. Есть, как мы научены, плоть и кровь того воплотившегося Иисуса. Это очень важный тезис, мы видим здесь, что несмотря на указания на воспоминательный характер происходящего, что это все связывает нас с той самой единственной конкретной тайной вечери, хлеб и вино никоим образом не представляются здесь мемориальными, то есть просто воспоминательными. Причастием человек причащается истинному телу и истинной крови Христа воскресшего. Это вера церкви, преподанная собственно вот в тексте середины второго века. То есть заподозрить здесь церковь в каких-то радикальных изменениях, которые вдруг в ней случились в рамках буквально пары поколений после периода жизни апостольской мы, конечно, не можем. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, передали, что им было так заповедано. Далее, собственно, апелляция к словам Христовым, но и очень интересная параллель. То же самое злые демоны из подражания научили делать и в таинствах Митры, ибо, как вы знаете или можете узнать, при посвящении вступающего в таинство предлагается там хлеб и чаша с водой. Это очень интересная, очень важная параллель. Иустин Мученик указывает на то, что не только христианство на данном этапе имеет вот такой таинственный формат, в котором есть посвященные, есть трапезы для только посвященных, огромное количество религиозных учений, которые в целом могут быть нами названы мистериальными культами, то есть, скажем так, сектами античного мира, в общем-то, развиваются в рамках похожей же логики. То есть, они происходят с одной стороны из какого-то вполне себе традиционного древнего учения, ну, как, например, мистерии Исиды из, собственно, египетской религиозности, из египетской мифологии, мистерии Митры из зороастрийского культа, ну, и огромное количество других подобного рода примеров, мы можем вспоминать Кибелу и Адониса, можем вспоминать эллифсинские мистерии, персифоны, орфические, герметические культы, мистерии, связанные с Дионисом за Греем, и огромное количество других, неважно. Все они происходят из какой-то вполне себе традиционной религии, при этом настаивают на особенном роде посвященности, соответственно, выделяют мистов, посвященных от профанов, от непосвященных, и для посвященных предлагают какие-то совершенно уникальные практики, всем остальным недоступные. С одной стороны, это все очень похоже, и может сложиться впечатление, что христианство просто один из такого же рода мистериальных культов, развивающихся в абсолютно общей с ними логике. Иустин мученик, а чуть позже, например, ориген, будут говорить о том, что на самом деле это связано с тем, что предощущение вот этой религиозной полноты как бы рождает в человечестве похожего рода переживания. Иустин мученик говорит об этом в негативном ключе, то есть он указывает, что это дьявол научил людей похожим вещам, чтобы растворить уникальность христианской истины в массе похожих практик, что такие же вещи делают и у этих, и у других, ориген будет говорить об этом в положительном ключе, что свет истины Христовой столь велик, что он достигает даже до тех мест, где само имя Христово еще неизвестно. И вот поэтому внутри совершенно языческих религий вдруг начинают всплывать именно те сюжеты, которые говорят о смерти и воскресении, которые говорят о очищении, о вечной жизни, то есть это все происходит благодаря вот этому отблеску света Христова. Ну и соответственно последний фрагмент в так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам и читаются сколько позволяет время сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать тем прекрасным вещам. Затем все вообще встаем и высылаем молитвы. Когда же окончил молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода, и предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом аминь, и бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение, а к небывшим они посылаются через деканов. То есть, это похожее же описание Евхаристии, только единственное важно, мы видим, что здесь говорится о том, что она совершается в день солнца, то есть, собственно, это название его внутри римского календаря, собственно, день, который мы называем днем воскресным. То есть, мы видим, что евхаристическое собрание совершается единожды в неделю, никакой исключительно регулярной, да, например, ежедневной практики причастия ранняя церковь не знает, при этом собираются в одно место живущие по городам или селам, это указывает на достаточно немногочисленный характер ранних христианских общин, да, то есть, в рамках какого-то более или менее крупного дома или какого-то места, которое как-то подходит для такого рода собрания, в том числе, например, да, это предположение о том, что ранние христиане собираются в катакомбах, это собрание осуществляется, причем, здесь сначала говорится о живущих по городам и потом упоминаются живущие по селам. С точки зрения ряда исследователей христианство на раннем этапе было преимущественно городской религией, связано это банально с тем, что, во-первых, и главных сами апостолы проповедуют по городам, то есть, по наиболее крупным каким-то населенным пунктам, а с другой стороны для усвоения христианской истины все-таки необходим и определенного рода соответствующий культурный уровень, то есть, например, о ранней критике христианства из плеяды, например, философов того периода времени, часто говорят о христианстве даже не как о какой-либо рода религии, а говорят о нем как о философской школе, потому что христиане принципиально отличаются от каких-либо иных верующих регулярным чтением текстов, связанных с их учителем, что делает их очень похожими, например, последователей Аристотеля или Платона или Пифагора, то есть, учитель оставил некие тезисы, некое учение, ученики должны в них поучаться постоянно, то есть, конечно, для жителя сельской местности, не обладающего соответствующего рода навыками и компетентностью такого рода поучения, конечно, осложнено, ну и в целом мы можем говорить, что проповедь и христианизация села практически во всех культурах, наверное, за редкими исключениями, шла хуже, чем христианизация городов. Ну и, соответственно, та же самая логика, что собрание начинается с чтения и поучения, далее Евхаристия, то есть, собственно, молитва благодарения над дарами, над хлебом и вином, при этом ремарка, что предстоятель высылает молитвы и благодарения сколько он может, то есть, это абсолютно харизматическое делание, нет никакого установленного текста, предстоятель в целом вспоминает историю спасения, благодарит Бога за то, что он даровал спасение в Христе и молится о освящении даров, после чего они преподаются. Далее, последний текст, к которому мы с вами сегодня обратимся, это апостольское предание. Текст, который ассоциируется с Ипполитом Римским, то есть, соответственно, относится к третьему веку, то есть, мы поговорили с вами о тексте границы первого-второго веков, о тексте середины второго века и, соответственно, теперь перед нами текст века третьего. Сложно сказать о том, кто является его автором объективно, относительно недавно, то есть, по, в общем-то, двадцатому веку этот текст в разных видах, разных формах и разных списках стал известен, то есть, перед нами некоторого рода реконструкция, но вне зависимости от того, кто является его автором, это либо римский текст, и, соответственно, он описывает нам римские практики, либо Александрийский текст, и, соответственно, описывает он нам египетские практики, здесь полного согласия нет, более того, некоторые исследователи считают, что его автором является действительный Ипполит римский, и поэтому практики описываются и те, и другие. То есть, святитель Ипполит происходит из Александрии, а свое основное служение осуществляет в Риме. То есть, таким образом, он вполне мог практики Александрийской церковной общины в Рим перенести. То есть, это тоже возможный вариант гармонизации наших представлений. Но, в любом случае, вне зависимости от того, кто перед нами автор, и, соответственно, к чьей конкретно традиции этот текст относится, он описывает нам в развернутом виде литургические практики своего периода времени, повторяюсь, период этот очень ранний, третий век. Говорится здесь о поставлении в епископы и соответствующего рода литургии. Произведенному в епископы пусть все предлагают лапзание мира, «Приветствую его, ибо он удостоился этого». Здесь, конечно, важно иметь в виду, что в свете того же самого тезиса апостола Павла о том, что кто епископство желает, тот добра желает, нам важно не забывать, что все это сказано о церкви, пребывающей в гонениях и притеснениях. Конечно, желающий епископство, с одной стороны, полностью возлагает на себя все труды и попечения, связанные с организацией жизни конкретной данной христианской общины, то есть в его доме будут собираться люди, он будет организовывать евхаристическое собрание, он подвергает себя первейшей опасности по той простой причине, что собрание – это незаконное с точки зрения римской. А опасность эта проста, а это может закончиться либо социальной смертью, то есть изгнанием и отчуждением имуществ, либо физической смертью, то есть он будет просто казнен. Поэтому, конечно, желающий епископство, желая чего бы то ни было, совершенно точно не для себя, а только для прославления имени Божия и благополучия той общины, частью которой он является. То есть в этом смысле, конечно, ему только честь и хвала, и он удостаивается соответствующего отношения от всех остальных верующих, потому что он первым же рискует и рискует всем. Конечно, ситуация с момента, когда христианство стало государственной религией империи, меняется кардинальным образом. Но об этом мы скажем позже. Итак, диаконы же пусть приносят к нему жертву, и он, возлагая на нее руку вместе со всеми пресвитерами, пусть говорит, вознося благодарение. Момент принесения жертвы диаконами, в общем-то, в рамках современных литургических последований, выглядит как то, что мы теперь называем великим входом. В современной практике ничего никуда не переносится, точнее, правильно сказать, переносится, но в рамках одного и того же алтаря. То есть дары предуготованные стоят на жертвеннике, и потом с выходом через врата и внесением же вратами царскими эти дары поставляются на престол, но это манипуляция внутри одного и того же храмового пространства. В свое же время, как правило, эти дары хранились где-то вне основного помещения, приносились к главе собрания. Здесь, кстати, важная ремарка. Примерно с 260-х годов отношение к христианам все-таки некоторым образом начинает смягчаться, и уже до Миланского эдикта появляется разрешение христианам строить свои храмовые здания. Сильно их жизнь это не улучшает, потому что дальше у нас появится все равно еще целая череда императоров-гонителей, ну то есть, например, тот же самый Диоклетиан, один из самых системных гонителей христианства. И мы при всем при том увидим прецеденты, например, как две тысячи некомедийских мучеников в церкви сожженных. Ну то есть, конечно, здесь мы понимаем, что речь идет о каком-то уже крупном и отдельном и специальном церковном здании, построенном до Миланского эдикта, то есть вот, собственно, примерно в тот период, про который говорит нам данный текст. Так вот, в этом здании уже, как бы принципиально уже не обязательно только в частном доме, может совершаться данное богослужение, вот сюда приносят эти дары, и молитва звучит следующим образом. Господь с вами, говорит предстоятель, все отвечают и со духом твоим, горе имеем сердца, имеем ко Господу, возблагодарим Господа, достойно и правильно есть. То есть, все эти возгласы мы слышим с вами на каждой нашей приходской литургии. Прошло почти две тысячи лет. Они, как исключительное сокровище церковного опыта, не претерпели никаких изменений, и в том же самом виде, в котором в третьем веке их возглашали общины Рима или Александрии, их возглашают теперь общины Владивостока, Москвы, Калининграда, Найроби, Нью-Йорка и вообще любого другого города, где звучат слова христианской литургии. И тотчас он пусть продолжает так. Дальше, собственно, евхаристическая молитва, анафора, о которой мы будем с вами говорить. Мы благодарим Тебя, Боже, через возлюбленного отрока Твоего Иисуса Христа, которого в последние времена Ты послал нам спасителем, искупителем и вестником воли Твоей, который есть слово, неотделимое от Тебя, которым все сотворено по желанию Твоему, которого Ты послал с небес в утробу Девы и который, будучи зачат в очреве, воплотился и явился сыном Твоим, порожденным от Духа Святого и от Девы, исполняя волю Твою и соделывая Тебе святой народ. Он простер руки, чтобы освободить от страданий тех, кто в Тебя верует. Он, добровольно предаваясь страданию, чтобы сокрушить смерть и разбить оковы дьявола, упразднить ад и явить свет праведникам, пригвоздить приговор и объявить воскресение, взяв хлеб и возблагодарив Тебя, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Подобно и чашу, говоря, сие есть кровь моя, которое за вас проливается, когда вы это делаете, делайте в мое воспоминание. Итак, воспоминая его смерть и воскресение, приносим Тебе хлеб и чашу, вознося Тебе благодарение за то, что Ты удостоил нас предстать перед Тобой и служить Тебе. Все эти темы мы увидим в развернутых чинопоследованиях Иоанна Златоуста, Василия Великого и целом ряде других текстов. Здесь перед нами уже систематическая, осмысленная, развернутая история спасения, которая говорит о том, что Бог на протяжении всей истории человечества промышляет о нем, не забывает о нем и ведет его к свету воскресения. Более того, интересно, что уже на этапе третьего века мы видим явное и яркое упоминание о Богородице. Здесь, хотя еще не звучит сам этот термин, и он будет долгое время дискуссионен и пререкаем, но здесь звучит тезис о том, что сын рожден от Духа Святого и от Девы. То есть здесь Богородица Девой именуемая входит в вот эту самую плоть и кровь евхаристического богослужения и не будет, опять же, покидать его более никогда. То есть так или иначе, Богородичная тематика, конечно, не являясь центральной, потому что мы сказали с вами, что вся Евхаристия обращена в молитве к Отцу через Сына и Духа, но тем не менее, все равно будет в литургических текстах так или иначе звучать. «И мы просим, чтобы ты послал Духа твоего Святого на приношение Святой Церкви, воедино собирая, даруй всем причащающимся святыне исполнение Духа Святого к утверждению веры воистине, чтобы мы тебя восхваляли и прославляли через отрок твоего Иисуса Христа, через которого тебе слава и честь Отцу и Сыну со Святым Духом в Святой Церкви твоей и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь». То есть здесь, кроме всего прочего, мы опять слышим тот же тезис, что Церковь собирается воедино в Таинстве Евхаристии. То есть простая мысль, что причастие не является только и всего лишь моим индивидуальным освящением, а кроме всего прочего позволяет мне участвовать в явлении Тайны Церкви в мире. При этом данный текст указывает нам и на определенного рода уже оформившуюся разницу. Мы говорили о том, что, например, для своего момента времени Агапа, то есть это вечеря любви, в рамках которой христиане просто трапезуют друг с другом, предваряет собой Евхаристию. Уже для этапа третьего века две эти практики разделяются друг от друга. Как правило, Евхаристия переходит к утреннему богослужению, а Агапа уходит в сторону вечернего богослужения. В тексте есть достаточно обширная рекомендация, обширное указание на то, как совершается такого рода богослужение. Оно носит уже все традиционные вечерние черты. Здесь, например, выносится светильник в собрание. Этот элемент мы можем видеть в рамках современной практики литургии преждесвященных даров, когда священник, исходя царскими вратами, выносит светильник в руках и, благословляя крестообразно, говорит «свет Христов просвещает всех». Вот с такой же точной логикой древняя церковь выносила светильник в собрание верующих. И, кроме всего прочего, о такого рода практике, когда также преподается верующим и вино, и хлеб, и происходит преломление, отдельно оговаривается, что это не Евхаристия. Ну, например, «И затем диакон, взяв чашу со смешанным приношением, пусть говорит один из псалмов, в которых написано «Аллилуйя». То есть это, собственно, псалмы после 118-го. «По окончании псалмов пусть все скажут «Аллилуйя», что означает «хвалим того, кто есть Бог», слава и хвала сотворившему весь век столь великим словом, и по исполнении псалма пусть он благословит чашу и раздаст части хлеба всем верным. И когда вечеряют, то присутствующие верные, прежде чем преломлять собственный хлеб, то есть они принесли что-то из собой, берут пусть из руки епископа немного хлеба, так как это евлогия, благословение, а не евхаристия, то есть тело Господа. Как бы здесь в вечернем последовании общая трапеза присутствует, но евхаристического характера она уже четко лишена. И последний тезис – это, собственно, мысль о том, что к этому моменту времени ввиду вот этой разделенности между Агапой, ушедшей в вечернее богослужение, и евхаристией, расположившейся в утреннем, в последовании возникает практика причащаться натощак. Каждый христианин пусть поспешит, прежде чем вкусит что-нибудь, принять евхаристию. Если он принял ее с верой, то если даже ему дали после этого что-нибудь смертельное, оно не может ему повредить. Пусть каждый стремится к тому, чтобы язычник не вкушал от евхаристии, также ни мышь, ни другое животное, и чтобы ничто не упало и не погибло от нее. «Ибо это тело Христово для вкушения верующим, и оно не должно быть пренебрегаемо». То есть здесь, во-первых, как мы уже сказали, указание на принятие евхаристии прежде всякой пищи, а во-вторых, указание на то, что пусть каждый стремится к тому, чтобы с евхаристическими дарами ничего не случилось. Отсюда мы делаем вывод, что хранятся они на данном этапе не только и не столько в храме и на престоле, но раздаются верным и хранятся верными по домам и в зоне ответственности каждого, чтобы с этими дарами ничего не должного не произошло. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!